Ебать, Месси! 94! Чё? Да, ребята, мне пришлось это сделать. Я продал Лионеля Месси. Да-да, тот самый Месси, который упал мне в паки. И эта плашка первый, а обладатель грела мне душу. Но времена меняются, игроки приедаются, как говорится. Поэтому мне пришлось с ним попрощаться ради вот этого чувака. Адама Трауре. Я влюбился в этого футболиста с первого взгляда. Я играл его серебряной карточкой. Я играл его карточкой на ПЗ. Дальше мне выпала его красная карточка на ПП. За 47 матчей он забил 29 голов и отдал 23 голевые передачи. Его сила в совокупности с пейсом и с крутым дриблингом дают мощного таранного форварда. Статы просто бомбезные. А если учитывать то, что его карточка будет апаться по мере его продвижений в футболе, это прям охуитель. Также я собрал вот этого вот красавца с Мальдини. Легенда FIFA 17. Ну и в еженедельных заданиях я собрал Плея. Ну и хотелось бы вам, ребята, сказать огромное спасибо за комментарии под видосом с Криштиану Роналду. Я понял, вы восприняли этот формат и я решил продолжить его. Реально столько теплых и душевных комментариев я не получал давно. Поэтому давайте устаканим плашку в 20 тысяч и эта рубрика будет жить. Я беру какие-нибудь MVP карточки и окружаю их серебром. Сегодняшний склад выглядит вот таким вот образом. Фрай, Байрам, Ситин, Фредерик, Лукасторо, Соу и Роде. Да, золото тут тоже немного затесалось. Ну и легенда FIFA 15, если я не ошибаюсь, Марчетти. Я думаю, все вы помните этого голкипера, который тащил все и вся. В общем-то, опять же, ребята, с вас лайкусик, какой-нибудь классный комментарий. И, собственно, так, играть будем мы против такого вот состава. Ну шо, ребята, полетели за Адаму Трауре сразу же. Только я не в ту сторону лечу немного. Опять же, кто-то скажет, что нелогично, как можно было поменять Месси. Это же один из самых крутых игроков, это FIFA. Но так или иначе, опять же, приедаются игроки, какими бы крутыми они не были. Так, Адама. Ух, какой удар! Как же сильно он бьет, ребята. Кстати, вот такие вот два забавных комментария я нашел под одним из последних выпусков. Я веду себя максимально естественно. Если у меня бомбит, я бомблю. Если не бомбит, то не бомблю. Я не могу, как бы, по какой-то заданной шаблонной тактике это делать. Агуэра, найс удар. Так, Фридерик должен догнать Санэн. Вроде догоняет, и тут это... 1-0 должен был, но Аймер Байрам. Так, Адама Траура хорошо открывается, и это гол. Это гол. Адам очень хорош. Но это такой был изи гол, поэтому я особо не рад. Ой-ой-ой, это гол! Это гол, блин! Из-за того, что камера так неудобно поставлена, я не заметил этого. Но потом заметил. Штрафные я, кстати, крайне редко забиваю в этой игре. Бля, я пока что где-то в тени. Хорош. Смотрите, как он бодается. Просто нереальный корпус у этого парня. И это хэт-трик. Так, Смальдини. Э, ну отобрал же мяч. Ну что за отскоки? У, морчайте! У-у! Вспомнил свой 15-й год. Так, Адама хорош. Нормально так раскрутил и... Ну, ребята, это покер. Ну, по прямой он вообще обгонит кого угодно. Вы посмотрите, как он носится. Почти красиво перекинул. Так, нельзя-нельзя. Как он такой забил? Хорош, Маркетти. Так, Смальдини, хороший подкат. А, это красная карточка. Не-е-е. Слева нерабочие ноги. Тише-тише-тише. Маркетти, ну он вытащил. Он вытащил Маркетти. Ну что, ребята, матч закончен. Адама Траурет забирает свой мяч. 5 галешников. Ну и, конечно же, ребята, если вы хотите пооткрывать паки или же собрать себе крутой составщик, мой сайт PandaCoin готов вам в это помочь. Ссылочка будет в описании. А это составщик следующего соперника. Не хочется забивать просто обычные голы, а постараюсь в этом матче играть красиво. Допустим, вот так вот. Вообще похер. Потерял мяч, полетел дальше, забрал мяч. Тут надо ближней, Дехея. И Траурет просто отпихнет, как нихер делать. Как же он толкается. Опять же, как я говорил, с совокупностью с пейсом это просто танк. Так, делаем вот так. Потом делаем вот так. Потом делаем вот так. Потом делаем вот так. И слева нерабочие ноги. Ой, Дебрюня. Ну, все-таки киковчик залетел. Плея, кстати, вообще незаметен. Как будто этого игрока на поле не существует. Наверное, только потому, что он отдает ассисты все на Адама Траура. О-о-о-о. Это штанга. Просто штанга спасла от Шедебрального Галешника. У меня обычно есть соперники проходят вот таким вот изящим способом. Красненько, красненько, в очередной раз соперника такой снос Мальдини. Как же он хорош. Со Фредерик даже близко догнать не может Стерлинга. Ну, то и понятно. Хотя пейс примерно одинаковый. И счет 2-2. 22-й номер забивает и счет делает 2-2. Очень символично. Попытка номер 2. А я не знаю, что так можно нассоцать пенальти. Немного по пижоним. Паненко от Адама Траура. Держим варди! Морчите! Опять тащу! Это прям качественный наследник Донорумы из прошлого выпуска, я вам скажу. Пролетел мимо! Да что же ты будешь делать? Да и хватит смотреть все повторы, чувак. Ну, я все повторы скипаю. Ну, вот что за мразь вы? Скажите мне, пожалуйста. Так, накрутил, навертел. Фига дриблинг. Вы посмотрите, какой дриблинг. И только Дехе с своими километровыми копытами спасает. Без приколов. Без приколов. Без приколов! Смальдини как встретит. Ай, пролетел. Пролетел, пожалуйста. Только, уф, Маркетти. Отличный голкипер. Я вам базарю. Тем временем, матч подходит к концу. Я, возможно, даже проиграю в этом матче, если все пойдет так, как идет сейчас. Смальдини, хорош! Амир Байрам, выноси! Нет, да что за оскок дебильнейший! Ну, это полная хрень! Ну, я не заслужил такого дерьма! В последние минуты матча! Ну, ты серьезно? Ты вот такими вещами заниматься? Не, ну, все, это было. Соперник назад, посынялся. Все нахер. А, нет, еще не все. Нет, все. Смолинг, 8-4 оценка. 4 из 5 отборов. Аплея... Ну, Плея, кстати, 9-0 получил. У него две голевые передачи. Праура и лучший игрок матча. Три голешника оформил. Так, против меня, как я понял, играют португальцы. Так, соперник что-то базарит-то. Ублюдок, мать-то, а ну иди сюда! Нет, какой-то серьезный тип мне попался. Он так перепасовывает жестко. Смотрите, просто кибер какой-то. Кстати, ребята, если вы хотите увидеть статы со стилем сыгранности, то это вы можете делать непосредственно в самом матче. Вот, допустим, здесь. Удары 87, дриблинг 93. Как вы понимаете, на карточке у него совсем другие статы. Завершение, к слову, у него 90 со стилем сыгранности. Ну, это так, очередной лайфхак от меня. Я бы сейчас охренел просто, ну ты серьезно? Так, делаем вот так. И файносом пытаемся закрутить, хорош! Адамыч! Наконец-таки, 42-ая минута, и только сейчас открываем счет. Не-не, здесь офсайд. Не было офсайда, серьезно? Не было? Марчетти, ну... Это первый удар от моего соперника. Нифига ты придумал. Тише, тише, тише! Да почему у меня защитник... О, боже мой. Да. Какой-то трехметровый хрен мне забивает галешник. Рафаэль Ляо. Кто это такой? Ну, отобрал мяч. Ну, почему обратно отскакивает? Ну, все, это Габелла. Это Габелла. О, е-е-е-хи. Хорошо, что они знают о том, что у Грера левая нога рабочая. Плея, было офсайд. Плея, ребята, не хочется этот матч отдавать. Финтанулся. Кому дать пас? Блядь, да какого хрена? Все, конец матча. Я проиграл. Соперник был хорош. Тут нечего сказать. Гризман, Видаль, Александро, Диаго Карлос. Ну, в общем-то, да. Так. Это кто такой? Что за хрен? Что? Я манал эту игру. Почему у меня опять включился этот гребаный ссанный тайм-финишинг? А, так вот, что в Германии пошло не так. Я просто забыл выключить тайм-финишинг. Точно. Не, ну реально это бред какой-то. Почему у меня раз за разом включается это гребаное дерьмо? Давай, блядь, твой звездный час просто в ближний. Что за жесть происходит в этом матче? Так, все, отдам еще. Пора уничтожать. Ты же понимаешь, да? Пора уничтожать. На. Я в своего попал, да? Я в своего попал. Что за цирк? Так. 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 Я не понимаю. Ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Что он будет делать, этот Терштеген? Так, ну по идее мой соперник одним ударом должен мне забить голы. Ой, хорошо, что у меня есть смолинг. Ну все. Если я сейчас здесь не забиваю, то уж не забиваю. Я уж наверняка сделаю, ребята. Просто наверняка. 1-0. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Выноси. Да, ребята. Последний матч пока что самый веселый получается у меня. Вот это провал, пожалуйста. Догони этого Аспаса. Пожалуйста, я тебя молю. Мне мой же мешает. Охренеть. Вы посмотрите, что за цирк. Я каким-то чудом выиграл. Я буду удивлен, конечно. Смотрите, какие пасы проходят у моего соперника. Вы только взгляните и только... Маркетти спасает в очередной раз меня. Блядь, Терштеген будет все тащить. Я вам базарю. Ну посмотрите, как идеально все проходит. Я в шоке просто. Маркетти, дай бог тебе здоровья. Ну все. Сейчас надо Габеллу делать. Все. А, ты мамкин финтер еще. Понятно. Понятно. Я в шоке. Я весь матч надо повторять одни и те же слова. Но я действительно в шоке от того, что происходит на поле. Я думаю, вы со мной тоже будете солидарны в этом моменте. Адамыч, порви этот гандикап или что бы это ни было. Керим. Спасибо. Это, знаете, вот такой типичный гол Адамы Тарауре. В том плане, что он так постоянно ассистирует. Проходит сбоку, простреливает. И там какой-нибудь Хименес замыкает. А тем временем в реалайфе Адамы Тарауре стал лучшим игроком 23-го тура. Жду апгрейд. Мы едем решать. Мы едем решать. Файнас. Все. До свидания. Отлетай. С меня хватит. Сказала. Дам еще Тарауре. Он забивает Галешник. Слишком много чудес в этой игре. И так уже произошло. Так. Ну что, Косорло? Посоревнуемся в скорости? Ха. Сразу сдался. Как же он рвет. Как же он все рвет. Вы посмотрите. Боже мой. Мы сейчас наглядно увидели, как он может своим гриблингом накрутить, навертеть всю защиту. Что, финн сделаешь? Да? Давай, делай, делай. Давай. Ага. Нет, на этот раз решил. Поддать! Ой, перекладина. Смальдини. Выносим. Плея лучший игрок матча. 9-4. Гол плюс ассист. Тарауре 2 гола, 2 ассиста. Но при этом Плея оценка круче. Смолинг 8-6. Сделал 4 из 6 отборов. Фуф, ребята. Непростой у нас выпуск выдался. И давайте же подведем кое-какие итоги. Адама Тарауре. Это, конечно, не Криштиан Роналдо. Но определенно схожесть имеет. Это скорость плюс его физика. Плюс дриблинг еще завезли, но не завезли слабую ногу. Это, конечно, жалко. Это, пожалуй, единственный существенный минус, который я могу отметить. Ну и удары не чувствуются прям такими дико точными, как это было у того же Лео Месси. Очень круто подойдет для тактики Бей-Беги. Это моя любимая тактика. Про Плея ничего сказать особо не могу. Ну да, какие-то ассисты там отдавал и только. Смолинг понравился. Хороший, крепкий, добротный центральный защитник. Но не сказать, что прям вау. Не выше уровня Делихта и Ван Дайка точно. Ну, про остальных серебряных, ребят, ничего особо сказать не могу. Разве что Марчетти выделился несколькими крутыми сейвами. Ну и, в общем-то, все. С вами был я, PandaFX. Заценили моего нового новичка. Замену Леонели Месси. Пишите, насколько это неразумно. А я вам напомню лишь о том, что если вы хотите что-то дальше, эта рубрика жила. Подсобите лайкусиками. Тысяч 20. Буду совсем не против. С вами был я, PandaFX. Спасибо, что смотрите меня. И всем хорошего настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok